Канада, Лос-Анджелес, Тайвань, да, тамичи разлетелись по всему миру, Рио-де-Жанейро, Турция, Китай, это не просто тамичи, это выпускники Томского государственного университета, Израиль, Дубай, Нью-Йорк ТГУ – семейная преемственность для Дмитрия Биматова. Здесь работал его дедушка, а сейчас преподают родители. Отец на физико-техническом факультете, а мама на механико-математическом. А вот почему Дима выбрал факультет информатики? Ответ простой. Детство, первый компьютер, интересно всю жизнь. Сейчас выпускник уверен, что именно университет научил его управлять своим временем, когда тебе нужно посетить все лекции и практики, а потом еще участвовать в научных конференциях и конкурсах. И хотя до поступления Дмитрий думал, что хорошо разбирается в программировании, в ВУЗе он понял, насколько он ошибался. Знаний по некоторым предметам ему не хватает и сейчас, например, по статистике. Ну если посмотреть на первые, так сказать, выпуски факультета информатики, ну и вообще поднять историю выпускников факультета информатики, то у нас процентов в районе 40 выпускников работают за границей, поэтому, ну, вполне себе вариант. Дмитрий окончил ТГУ в 2003 году и пошел в аспирантуру. Параллельно работал в Томске, пока ему не поступило предложение от компании Samsung. И вот выпускник ТГУ переехал в Южную Корею, город Сувон. Там находится исследовательский центр ведущих подразделений компании Samsung Electronics. За два года работы международной компании Дмитрий заметил множество интересных особенностей у корейцев. Так, например, они более склонны к коллективизму, чем русские и европейцы. Для Дмитрия было дикостью, что каждый работник остается до тех пор, пока не выполнит свою задачу на день. При этом после работы они любят посидеть в кафе. Платит за всех кто-то один, в следующий раз другой. Если сегодня не твоя очередь платить, то любовь к таким посиделкам понятна. Есть программы довольно двойного диплома. В основном, конечно, это магистрские программы, но есть программы для бакалавров. Например, в университете есть программа с достаточно известной лондонской школой бизнеса. Это вполне приличное, очень устойчивое, успешное учебное заведение. Если вы посмотрите предметные рейтинги по экономике, то оно входит в топ-100, даже выше в топ-10. Учаясь в университете, можно получить диплом в лондонской школе. С 2012 года Дмитрий работает в компании Microsoft. Ему нравится политика компании. Там прекрасно понимают, что эффективность труда в программировании оценить сложно и не смотрят на результат за конкретный день. Отчетные периоды – это квартал и полугодие, а иной раз можно не прийти на совещание и подключиться к нему удаленно по пути на работу. Ну, если вы готовите классных людей, то они уезжают в те компании, которые задают моду и которые диктуют эту самую моду. Менеджеры уделяют огромное внимание рефлексии. Что сделать удалось, какие наработки других людей пригодились тебе, какой твой вклад в командную работу. Компания тяготеет в большей степени не к индивидуализму, а к командной работе. Нужно ли программисту высшее образование? Необходимо, считает наш выпускник. Одиночек гений в единице, но они лишь подтверждают общее правило. Все сотрудники, которые сейчас окружают Дмитрия Microsoft, имеют высшее образование. И многие компании требуют этого от программистов. Редко, но вырваться в Томск Дмитрию удается. Больше всего он скучает по искреннему выражению эмоций. В Америке принято здороваться со своими знакомыми, но твоя улыбка или приветствие никак не выражают твоего отношения к человеку. С точки зрения университета, чем круче работодатели, в которых работают твои выпускники, тем круче ты, как университет. Тем выше качество тех людей, к которым ты готовишься. А еще в России много случайностей, считает Дмитрий. И этой спонтанности ему порой не хватает. Именно по этой причине в России множество возможностей для мелких предпринимателей. Правда, так нельзя сказать о стартапах в сфере IT. Для них сфера гораздо лучше подготовлена именно в Америке. По большому счету никаких дополнительных возможностей для студентов в тех времена разговаривать особо сильно не приходилось. Собственно говоря, и вузы-то были поставлены в условия «спасайся кто как и может». И если честно, то с одной стороны это веселое время, это твоя молодость, это старт твоей профессиональной, старт твоей преподавательской карьеры. С другой стороны, сравнивая возможности, которые есть у студентов сейчас с возможностями, которые были у тогдашних студентов, но это же небо и земля. Ну, сейчас, например, ты достаточно свободно можешь съездить на конференцию за рубеж. Достаточно свободно можешь воспользоваться каким-нибудь грантом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok